Виталий, снова приветствую тебя на очередном совместном видео-обзоре фундаментальном и техническом поиске самых интересных возможностей, которые локально есть на рынке. Делимся идеями, друзья, для вас, чтобы у вас была информация, помогающая принять инвестиционных решений. Честно говоря, активы выбираем произвольно, учитывая интересные движения на площадках. Но если, опять же, есть что-то, что вы хотели бы, чтобы мы разобрали, пишите в комментариях. С большим удовольствием это, собственно, сделаем. Ну что, давай тогда перейдем непосредственно к тому, что у нас было в прошлый раз, и к текущим торговым рекомендациям. Начнем с меня. Так, в прошлый раз я давал сделку по бренду Sell Stop с уровня 44.30. Вот мы до этого значения не добрались. Хотя, честно признаться, я, как уже отмечал в ходе прошлого брифинга, стараюсь уже который месяц найти оптимальную точку, хорошую возможность продать нефтянку. Я, честно говоря, уже в короткой позиции. И вот этот вот гэп, который мы сейчас видим, это все следствие, конечно же, экспирации, не какого-то серьезного фундаментального изменения. Хотя в плане фундамента сейчас есть локальная поддержка. Как ты знаешь, тропические штормы, обрушившиеся на Мексиканский залив. И все сейчас вот наблюдают за ураганом Лаура раньше еще, то есть вчера. Скажем, это стихийное бедствие было статусом. Ну, это сейчас у него шторм, он может в ураган превратиться, возможно, сегодня. Уже превратился в ураган. Я думаю, что как раз это произошло еще, можно сказать, на закрытии вчерашнего дня. И это трейдеры попробовали отработать именно ростом перед экспирацией. Поэтому нам остается теперь только лишь следить за развитием событий, наблюдать, каким образом все это повлияет на объемы нефтедобычи, переработки сырья, как это скажется на предложение и так далее. Повторюсь, что обычно такого рода события, они являются скоротечными. Рынок о них очень быстро забывает. Уверен в том, что Лаура явно не будет претендовать на статус Катрины. Все пройдет с меньшими последствиями, тем более, что после Катрины пятого года у тех НПЗ, у всех буровых, нефтедобывающих платформ есть четкое понимание того, как действовать. Они готовы к любого рода проявлениям этих стихийных воздействий на их инфраструктуру и, наверное, контролируют все эти риски. Поэтому я короткую позицию все-таки поддержу. Я ни в коем случае никого сейчас не призываю залазить в рынок нефти, потому что это мое премия. Те, кто следит за моим аналитическим контентом, знают, почему, в принципе, я с рынком нефти долгое время бодаюсь и почему я стараюсь все-таки найти возможность для продаж. Сегодня, кстати, еще данные по запасам. И вполне возможно, что сюрпризы по изменению как показателей запасов, так и объему нефтедобычи все-таки могут сыграть на руку продавца. Также вторая идея была по индексу доллара. Я думаю, что эту идею я перетранслирую дальше, потому что идея была отложкой. Селлимин с уровня 93.50. Сейчас индекс доллара, безусловно, остается интересным инструментом. И поскольку мы фактически этим эфиром с тобой закрываем неделю, то есть в следующий раз мы с тобой встретимся в понедельник, это уже будет работа новостная с моей стороны по тому, что уже сказал Паул, что было на симпозиуме в Джексон Холле. И, скорее всего, рынок уже активно походит, поэтому нам придется уже искать возможности постфактум таких серьезных событий. Я в связи с этим хочу заранее, друзья, всех вас предупредить, что движения будут очень сильными. Протоколы, которые вышли на прошлой неделе, они оказали значительное воздействие на доллар, но протоколы даже рядом не стоят с пресс-конференцией Джерома Паула. Поскольку ожидается все-таки проявление с его стороны мягкого подхода к монетарной политике, каких-то акцентов по поводу процентных ставок, к уровню доходности облигаций, может быть, даже таркетирование инфляции. Я уверен, что доллар может показать очень серьезную распродажу и оформить такой зачетный нисходящий тренд. А сейчас курс 93.18 предлагает оставить прежнюю отложку 93.50. Но если мы все-таки резко пойдем вниз, опять же, не добивая цели по уровню вот этой отложки, нужно тогда будет посматривать, конечно же, за значением в районе 92.80, чуть ниже вот скользящий средний. Я думаю, что при движении к этому рубежу точно будет ясно и понятно, что распродажи индекса доллара продолжатся. Поэтому сделка, в принципе, та же самая. И поскольку делается большой акцент на доллар, понятно, что из-за доллара, из-за его движения будут ходить все прочие инструменты. Я бы обратил внимание еще на то, что происходит с рынком драгоценных металлов, в частности, с золотом. А сейчас котировки 1914. Я думаю, то, что разворот может произойти вот в зоне 1905-1890. Поэтому вот где-то здесь лучше попробовать попытать удачу откупить в расчете на снижение индекса доллара и возвращение трейдеров именно в покупке золота. Ну, я бы поставил отложку байлимит с уровня 1.890, но ждал, соответственно, движение снова к 2000. А что касается стоп-лосса, ну вот можно его будет закинуть, ну не так низко, конечно же, примерно на отметку 18.70. Пару слов еще про цели инвестбанков, учитывая то, что события, опять же, повторюсь, очень значимые, выступление Паула. Если он будет щедр на комментарии по стимулированию монетарной политики, Сити, в частности, всем известный банк, считает, что 2000 долларов за унцию мы сможем сделать до конца этой недели. Золото очень волатильное, мы все это прекрасно видим, поэтому при сценарии все-таки агрессивных распродаж американской валюты действительно 2000, мне кажется, вполне реальным целевым ориентиром. Ну, хотя на ближайшее время я бы все-таки поставил в качестве цели уровня 1960-1970. Короче, золото вверх, индекс доллара вниз, а также по нефти, ну, по нефти лучше пока не лезть и посмотреть, как все-таки будут обстоят дела с воздействием тропического урагана на всю нефтяную инфраструктуру США. То есть это уже неделя следующей, идеи следующей недели. Виталий, слово тебе передаю. Так, экран. Так, экран. Так, ага, нет. Так, остановить. Так, видно? Да. Да, график. Я, в принципе, хотел в общем, пока не разобрался в Zoom, как делать общую трансляцию, чтобы, допустим, между программами переключаться. Есть интересная картинка. Сейчас, если ее получится запустить по поводу нефти. Сейчас, если она откроется. Ну, я пока технически посмотрим, как она откроется. По поводу нефти. Итак, нефть марки Brent и Light, в принципе, показали новые максимумы. Если помнишь, еще у нас сегодня среда, понедельник. И прошлая неделя говорил, что в прошлой неделе, что вижу нефть марки Brent в Long, скажем так, в район 50-55, возможно. Скажем, почему я это говорил? Это было с точки зрения техники, да. Ну и плюс, я не сказал в прошлый раз, так как не затрагиваю, в принципе, фундамент. Это даже не фундамент, скажем, а реальное положение в экономике по поводу сокращения буровых. Вот сейчас позже картинка, если загрузится, я покажу. Сокращение буровых в США. Давай я попробую, чтобы было интересно, почему нефть, возможно, растет. Ты хочешь рассказать про рост на 11 платформ? Ну, там 11 платформ. Я хотел сказать за последние несколько месяцев. Вот это сокращение в США, оно там с уровня приблизительно 700-800, да, было буровых платформ. Оно на сегодня где-то в районе 176, плюс-минус, да. В мире это было колебание, скажем, до вот этого, скажем, обвала по нефти, вот этого коронавируса, скажем, тоже было около там 2000, на сегодня это около 1000 буровых. И, возможно, вот это все, скажем, весь рост, который идет у нас по нефти, он идет за счет сокращения, сокращения, скажем, вот это реальной нефти на рынке, и за счет этого просто цена растет, скажем, меньше продукта, и цена идет выше, скажем, как бы в таком формате. Поэтому вот эти цены, если с фундаментальной точки зрения смотреть реально там по всем показателям США, Европы, восстановление, в принципе, оно, если идет, то там на несколько процентов, да. И поэтому, почему нефть растет, возможно, из-за этих факторов, да, то есть что идет сокращение буровых, и поэтому идет, ну, и меньше нефти на рынке, понятно, и, скажем, за счет этого нефть растет. Поэтому, скажем, у меня были идеи, как изначально лонг, в прошлый понедельник я больше склонялся к шортам по нефти, скажем, я больше хотел поставить, как и ты, в принципе, с селлстопом, ну, продавал по рынку нефть марки Light, но вот после закрытия в понедельник вот этой дневочке она, скажем, сделала поглощение предыдущего падения, это, получается, пятницы, и, скажем, я уже перевернулся, перевернулся по рынку, я, в принципе, писал своим, скажем, клиентам, что нефть, я ее не торговал, но сказал, что вижу ее в лонг, она, в принципе, смотрится более надежно в лонг, нежели в шорт, как я думал в понедельник. То есть ситуация меняется, утром, скажем, возможно, шорт, дневка закрывается по-другому, там с небольшими убытками закрывались, но, в принципе, неплохо отросли. Аналогично касается вот идеи по доллар-иене, вот так, часовичок, включим. В понедельник я ее советовал продавать, в этом диапазоне где-то по 85, 105-85, я ожидал, скажем, здесь такой паттерн был интересный, то есть он, в принципе, здесь рисовался, вот был в начале апреля, вот он, аналогично вверх-вниз, вот такое закрытие дневки, аналогично как вот пятничное закрытие. Думал, что будет падение, но, скажем, падение не произошло, мы закрылись, скажем, по бычьему, вот бычья дневка, получается, в понедельник, и это мне напомнило паттерн, скажем, вот в этом диапазоне, скажем, вот когда поджимали, и я уже писал в комментариях под видео, которые мы в прошлый раз снимали, что я, ну, смотрю в лонг, и своим, скажем, то есть я перевернулся в обратную сторону, вечером уже, и своим подписчикам, аналогично уже конкретно давал рекомендации вот здесь покупать, там, конечно, шарты были закрыты с убытка, там, 10 пунктов всего, но, в принципе, скажем, лонг тоже неплохо отработался, то есть он больше, там, где-то вчера подросли, 50 пунктов, пока я советовал там без убыток и часть закрыть. Поэтому, скажем, нужно следить за динамикой рынка все время, то есть если утром, скажем, одна ситуация, до вечера она может смениться каким-то пробоем какого-то сильного уровня, изменение цены, какие-то новостные моменты возможно повлияли, поэтому следите за комментариями, поэтому может все меняться. Что на сегодня хотел посоветовать, скажем, каких-то долгосрочных идей пока нету, есть краткосрочные, во что они превратятся, это время покажет, это еврофунт, я думаю, что он будет все-таки пытаться пробить вот эту поддержку, которая у него уже идет целый месяц, мы, в принципе, на прошлой неделе ее пытались пробить, снова откупили, но снова заворачивают цену вниз, то есть это селф-стоп 0.89, там, можно поставить по 75, по 70, это в эту область, по 75, со стоп-лоссом за вот этот максимум, который был, это 0.90, там, 45, 50, вот за эти максимумы, с надеждой, что мы будем проваливаться, скажем, где-то в область 0.89, 35 и, возможно, ниже, в район, там, 0.88, 80, скажем, вот такой формат, то есть это, что касается еврофунта. В принципе, почему я так думаю, еще, вот если смотреть на основные пары фунт-доллар, ну, как-то он тяжело вчера закрылся для меня, наверное, фунт будет как-то подрастать или медленнее падать, а вот евро-доллар, пока он для меня, скажем, загадка, возможно, какое-то локальное снижение, во что оно превратится, я пока не знаю, поэтому, в принципе, поддерживаю твою идею по индексу доллара. Вчера я советовал обратную, скажем, идею, что мы все-таки, возможно, сегодня на новостях вот этих, будем пробивать вот эти локальные максимумы, скажем, и на сколько мы уйдем, ну, возможно, где-то в район, скажем, там, 94, там, чуть-чуть ниже, скажем, как вариант, или будет там ложный пробой в моменте на новостях, это уже нужно по факту смотреть, тогда уже принимать какие-то решения, по ним падать. То есть это еврофунт идея на пробой и, в принципе, по золоту тоже на пробой, в принципе, ты ожидаешь его пониже, чтобы купить, в районе, там, 1900, да? Ну, да, то есть, в принципе, я бы его с текущих продал, то есть, аналогично, похоже, как еврофунт, и зажимает, вот, есть хорошая поддержка в районе, там, 1920 с копейками, там, 23, 25, вчера пытались пробить, не смогли, я думаю, что сегодня пониже уйдут, поэтому, возможно, краткосрочно на понижение сыграть с целями 1900, и, возможно, мы уйдем в район, там, 1860, вот, к этим минимумам, которые были, и, возможно, еще ниже, скажем, с текущих, вот, если так глобально рассматривать, у нас здесь был неплохой такой импульс в начале августа вниз, этот импульс, может быть, если он истинный, то, в принципе, золото может, скажем, глобально развернуться, если это все-таки был просто какой вынос вот этих покупателей, кстати, я вот здесь советовал шортить золотом своим подписчикам, неплохо прокатились вниз, но, если мы все-таки здесь не сможем пробить вот эти все минимумы, здесь может какой-то треугольник нарисоваться, и, как ты говорил, мы можем там уйти выше 2000, еще выше, там, на 2500, а кто-то там и мечтает о 3000, в принципе, это за этим нужно наблюдать, то есть, сейчас я оцениваю золото с технической точки зрения, понимаю, что все покупают его, но, скажем, возможно, какая-то ловушка, поэтому покупка, то есть, продажа с текущих, там, у нас текущая цена 1913-15, со стоп-лоссом, возможно, конечно, короткий поставить, ну, там, условно, это короткий для золота, это за, там, 1940, скажем, и если все-таки цена, то на текущий момент будет падать или в моменте, там, до новостей снижаться, пытаться ее, там, без убыток переносить, чтобы, скажем, ограничить свои возможные убытки, потому что какие-то новости, возможно, будут негативные, и поэтому, плюс, вот, как ты отметил, это же, вот эти новости по поводу урагана, нужно быть осторожным, потому что, вот, индекс страха, он, в принципе, нашел какую-то поддержку в районе, там, 25-30, есть хорошая поддержка, и мы с этой поддержки можем хорошо стрельнуть наверх или уйти на пробой, то есть, есть понятный уровень, это очень хорошо, потому что здесь кто-то накапливает какую-то позицию, возможно, страхуется, скажем, к этому урагану, возможно, уже раньше, это же раньше данные были по-любому, и попытаться здесь, скажем, две стороны, на текущий момент, скажем, это как комментарий, в лонг сыграть, если все-таки мы будем пробивать, вот эти минимумы, там, 24,9, и там, закрепляться на дневном графике, то мы все-таки уйдем вниз, если удержим, там, какой-то ложный, если снова будут выкупать, я думаю, что здесь будет намечаться какой-то хороший лонг, и, в принципе, S&P, возможность корректируется, уже, в принципе, и вот эти акции Apple, он торгуется возле 500, да, такая круглая цифра, и Tesla около 2000, возможно, это психологические уровни, возможно, какая-то назреет коррекция, или просто зафиксируют крупные игроки позиции, поэтому, скажем, вот так. Виталий, спасибо тебе, а то у нас уже тайминг поджимает, благодарю тебя за точку зрения твою, разумеется, следим за тем, как будет на самом деле все, рынки уже не раз подчеркивалось, очень коварные на самом деле, и прогнозы, они могут операться и на технику, и на фундамент, но в итоге движения могут быть совершенно противоположными. Хочу тебе пожелать, как и всем нашим подписчикам, прекрасного, удачного, профитного закрытия недели, хороших выходных, и уже вернемся в понедельник, там точно будет о чем поговорить. Спасибо, Виталий. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok